Я хотела узнать, у вас в книгах часто встречаются персонажи, дети, в основном, с аутизмом. Почему? А я не знал даже. У кого? Ну, что вы имеете в виду? Вы люди разные. Ну да, ну мне запала в душу, например, в одном романе. Или это, да, в романе там обочные линии проходят, судьба персонажа. Который был ребенком с аутизмом, потом в Америку минировали родителей. Он там остается, работает. И все очень точно описано, как будто вы изнутри этот диагноз знаете. Слушайте, слушайте, есть два варианта. Либо это моя книжка, либо я забыла. Дальше. Дальше. Нет, понимаете, дело в том, что здесь не паутизм и, по-самому-то, решет. Дело в том, что у человека есть граница. Граница двух слов, на замене его, там, чего угодно. И люди, которые... И в этом смысле каждый человек в каком-то смысле инвалид. Потому что мы не умеем так слышать, как слышат там кошки. Мы не умеем так постаревать, как лепарда, и, так сказать... Ну, ограничены существа. Ну, значит, у нас есть отдельные взятые люди, которые более ограничены, чем мы с нами здоровые. Это инвалиды. Инвалиды разного. Это меня занимает чрезвычайно. Особенно в постановле греха. И так случилось. У меня муж художника и скульптор. И вот он некоторое время там уходил. Сделал несколько небольших ремонтов на монолитах. На колясках, на колесиках. И у меня пробелы ужасные. Они потрясающие. И я вот как раз сейчас пишу и, кажется, даже почти закончила. Это уже для следующих таких поделок. Именно статья о нумолирности. О том, что такое, что значит инвалидность. Что мы, здоровые люди, должны оценивать себя. Потому что мы, старея, превращаемся в тоже животных. Мы начинаем плохо слышать. Как я плохо соображаюсь. И это может случиться с каждым человеком. А общество у нас чрезвычайно жестокое. И вот последнее, может быть, десятилетие немножко какая-то работа произходит. Инклюзив. Когда начинают люди больные детей. Детей со сниженными способностями. У нас же даже слово «инвалид» отменили. Называется человеком с заграничным разумом. Нет. Это инвалид. И в каком-то смысле каждый из нас имеет шанс оказаться в этой ситуации. И помню об этом. Мы должны немножко быть подвижнее в этом смысле. Сочувственнее. И немножко отдать. В честь своего времени души внимание. Немножко отдавать этим людям, которые нуждаются в нас больше, чем здоровые люди. И дети со сниженными способностями. Но я даже не помню, у какого героя появился. Ну, может, это не я написал. Там просто меня вообще интересованный человек. Я же не детик был написал. И я знаю, как это происходит. Первое заболевание, с которым я сталкивался. После школы я работал в институте по изучению и развитию мозга. И там были дети с синдромом Тауна. Тогда еще не очень хорошо знали, что это такое заболевание. И не знали, что это транслокация. Я думал, мы сейчас дадим ему клизму. Он станет хорошим, чтобы здоровый. А вот как жить с ним, чтобы ему было хорошо, чтобы он не чувствовал себя несчастным. Вот это получилось. И замечательно, как он этим занимается. Поэтому это, на самом деле, про все наше человечество. Инволюбие с этим нечистот делится, что касается только организма и касается абсолютного сектора. У меня есть еще вопрос, который пришел письменно на ВКонтакте от Ники Финги. Она спрашивает, влияет современное общество? Книга или больше интернет и телевидение? Знаете, здесь есть два ответа. Первый ответ, что писатель совершенно перестал быть властительным думом, как считалось в прошлом видео. Я, кстати, не видел, что это так. Но, тем не менее, была такая мифология, что писатель может понять в своем случае. По-моему, легенда. Мифы и легенды Древней Греции. Книжка не уходит в этом смысле. Вот в этом смысле книжка не уходит. Ничего с этим не уходит, потому что, понимаете, революция Лутенберга была голосальная революция, когда эта книжка, вообще говоря, появилась. Вот сейчас она уже уходит. Вот эти пятьсот лет, которые прошли почти с того момента, как печатание возникло и завоевало мир, эти пятьсот лет проходят. Мы с вами приходим к чтению других способов. Значительная часть информации приходит нам не через книгу. Я человек двадцатого века, поэтому далеко не всеми современными грибочками не дальше я пользуюсь, но большую часть того, что я читаю, я читаю на книге. Читал на книге, но я много читаю на книге. Поэтому этот вопрос технический. Я думаю, что пройдет еще какое-то время, и книга будет друг отца. Я читаю на книгу «Лохмата» по известному аминодоту, книгу у него уже есть. Я свою книгу дарю дорогие книги, какие-то старинные, аминтинистические иногда. И старшая книга уже понимает, что «Лохмата» какая-то такая распадающаяся книга, что эта книга уже сегодня под концертом. И он ее тащил в школу и показывал. Но это я, это наше отношение. Я, в принципе, конечно, младший мой муж, но с дурного ему пять лет, он сидит за мной в телефоне, и его оторвать невозможно. Мне это огорчало. Это надо, видимо, принять. Вот, видимо, это больше, чем придется нам смириться. И чем в этом больше. Значит, будет другой человеческий, с другими способами восприятия информации. Будем спать, ложиться, будем вставить в какую-нибудь маленькую штуку, на пальцах, колечко, а вот тут просыпаешься, не знаешь, где это на греческий язык. Помню, как даже еще. Ну, я боюсь, что я вам не смогу ответить на эту операцию. Добрый вечер, господи. Спасибо, что приехали. Вопрос влечный для вас. Еще раз. Добрый вечер. Спасибо, что приехали. Такой вопрос влечный для вас. Что заставляет вас писать? Вы чувствуете себя не силами, способными ощущениями человечества? Или это способ зарабатывать себя? Вы знаете, довольно сложный для меня вопрос. Понимаете, так получилось, что у меня работа абсолютно как бы не связана с зарабатыванием денег. Я все время чего-то делал, а день не каким-то образом за что-то приходит. Я должен был очень это отслеживать. Знаете, у каждого человека только есть свое, то, что они дали. Мы просто поколенчески, я не из богатой семьи, я из семьи, потому что в саду. В ситуации умные, а иногда стоят. Вы понимаете, что это такая среднесоветская небольшая зарплата. Денег хватало. Их всегда было в обрезке. Их всегда было мало. И вы знаете, я так привыкла жить. Они меня не беспокоят. Потому что мы живем довольно аскетически. Потому что муж у меня еще 10 лет старше. Ему 85 лет. Поэтому он еще лучше, чем я, знает, что такое бедность. Хотя он тоже из семьи такой же научно, более не научно. Поэтому вопрос, на самом деле, как бы я на него не очень хорошо могу владеть. Я прошу прощения, что я, а я, собственно, заранее знаю, далеко не на все вопросы могу отвечать. Не связано. Не связано. Просто денег бывает больше, бывает меньше. Но мы там всегда живем очень с больших запросов. Поэтому, в общем, нормально. Сейчас у меня достаточно много денег. И я знаю, что... И, в общем, на самом деле, я всегда, все-таки, была скорее богатая. Четвертная. И вот это вот занятие, одолжить, это всегда был способом нашей жизни дожить без зарплаты. Но все-таки обычные зарплаты тревоги одолжены у меня, а не я. Так случилось. Вот. Поэтому... У меня вообще с деньгами никак не складываются отношения. Я про них плохо понимаю. Я их бесконечно теряю. Когда мне говорят, что ты ходишь в Ростов над рисункой, я говорю, я совершенно не нуждаюсь в помощи воров. Я прекрасно теряюсь сама. Поэтому, ну, как-то вот не очень. Это для меня такая существенная часть жизни. Первая часть вопроса была в том, чувствуете ли вы себя веселее? Да. Господь с вами, мессия, я уж нисколько себя не чувствую. То есть, как теперь говорят, у меня же не разница. Ну, нет, нет, не что. Вот. Другое дело, что у меня есть чувство больших благодарностей в правительстве. Потому что я совершенно не рассчитывал на какую, в общем, честно говоря, точную карьеру. Потому что я совершенно... Даже об этом даже не мечта. Абсолютно. Нет. Ну, ни в коей мере. У меня есть ощущение, что я веду беседу с моими друзьями. Потому что, конечно, мой адресат и человек, до которого я пишу, это, в общем, человек. Мой волоком образовательным, даже, может быть, возрастом, моему миру ощущение. И оказалось, что таких людей гораздо больше, чем то, на что я могла рассчитывать. Это ужасный пример. Спасибо. Спасибо.